Музыка 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 Номер 5 за 2013 год Поколение РА Тут вот все пишут, что уже через пару десятилетий Человека будут обновлять с помощью регенеративных, клеточных и генных технологий Как забарахлившую машину в автосервисе Ну многим конечно хотелось бы, чтобы это так было Но на самом деле технологии идут не на уровне тканей и клеток А технологии должны идти на уровне целостной системы Потому что все начинает портиться с водителя В зависимости от того, какой водитель сидит в машине Так он ее содержит Вовремя там масло меняет, заправляет, обслуживает Аккуратно ездит А другой водитель это ничего не делает Мотается по ухабам И в результате машина разбивается в хлам Поэтому тут совершенно иной подход И современная что-то наука Она не понимает это Не хочет понять Она углубилась там вот в эти клетки ДНК И думает, оттуда мы все там сделаем Нет, человек это прежде всего сознание Сознание, которое формируется в течение жизни Понимаете? И отсюда мы должны действовать И в зависимости от того, как оно сформировалось в сознании Так оно и формирует Я уже неоднократно вам там проводил примеры Лечебного мышления Правильного вообще поведения Эмоционального здоровья Что в зависимости от этого У нас проходят и соответствующие волны И информационно-энергетические Которые могут способствовать тому Что организм будет в прекрасном рабочем состоянии А может быть наоборот Он будет на уровне энергетики Разваливаться Вот такие вот вещи Поэтому никаких Никаких тут вот этих гены, мены и так далее Это совершенно не то Какой должна быть медицина будущего По мнению доктора Эдварда Баха И как раз я вот в пику Вот этому вот поколению Эр привожу Рассуждение другого Другого врача Философа Который рассуждает Каким должно быть больница Каким должно быть лечение Все это можно отсюда почитать Луна рекомендует Весна Вот как раз смотрите Весне Я даю образно-волевой настрой На женскую красоту Пожалуйста Почитали Образно-волевые настрои Смотрите Образно-волевые настрои Вот в этих вот понятиях Как раз и заключается Что вы должны создать образ Образ прорисовывает вашу энергетику Он прорисовывает ткани Он прорисовывает связки, клетки И дает им как бы картинку Как они должны выглядеть То есть они должны выглядеть здорово и красиво И вот эту вот картинку вы дали А с помощью образно-волевого С помощью волевого посыла Волевого посыла Вот сейчас я об этом говорю У меня совсем поменялась энергетика Вы посылаете в этот образ энергию Которая там остается Запечатлевается И которая, будем говорить Ведет как раз Вот этот вот омолаживающий Оздоравливающий Лечебный процесс Если этого не делать Почему такая сила Вот в образно-волевых настроях Если этого не делать То на уровне Тонком уровне энергетики информации У нас ничего не меняется То есть идут болезнетворные процессы И мы не можем своему телу Показать А как оно должно работать Понимаете Как должно по всем сердце работать Как должно быть там почки работать Да вообще Как должен организм работать В целом И вот здесь задача нашего сознания Научить информационно-энергетическую составляющую Нашего тела А их там несколько До телесного уровня Это там энергетика Считается там Хроническое тело Или там астральное тело Или эфирное тело Научить его Каким оно должно быть И закрепить это Вот что важно Поэтому это одно из величайших Так сказать Вот оздоравливающих средств Которые имеются у нас в арсенале И кто им владеет Тот преуспевает Вот например Как Зельдин Он в ролях живет Он понимаете Совсем по-другому себя чувствует Не допускает Даже мысли о болезни И поэтому 101 год Так Основу цветочного лечения По Баху Ну почитайте Это интересная методика Такая Которую Бах придумал Вернее я бы не сказал Придумал А он просто-напросто За счет Своей Чувствительности Он Мог Ее взять То есть некоторые вещи Нам открываются Лишь тогда Когда мы к этому готовы А для того чтобы К этому быть готовы Надо это Увидеть Почувствовать А потом уже применять Вот он как раз И сделал Интересную Такую методику И дальше Дальше пошел Пошел Теория и практика Оздоровления Здесь я рассказываю О роли кишечника Ну почитайте Я уже много раз Рассказывал на эту тему Вот многие видите Даже не знают Что толстый кишечник Обогреватель крови Когда правильно Микрофлора И когда загружается туда Пища На основе которой Как на сырье Вырабатываются Те или иные бактерии При своем делении Бактерии Они вырабатывают Энергию И в результате В результате Человек Обогревается И чувствует себя Нормально Потому что я хорошо знаю Когда голодаешь 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 И вот этот процесс Не работает В толстом кишечнике В результате Клизм Ты там Он там чистый Ничего нету Никаких там Ну будем говорить Вот Бактерии Не размножаются То холод Холод Человек чувствует Холод Во время голода Мы мертвы Как восстановить Толстый кишечник И с чем он связан Я как раз По рассказу Как От грязного Толстого кишечника Идет Загрязнение Всего организма Полипы В толстом кишечнике Как о них Избавиться Рецепты Читателей Шум в голове Избавление Кстати Очень интересно Ну вот Почитайте Ну я там Номер Подошел К концу КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ